Провести переквалификацию российской вакцины, дабы установить ее соответствие международным стандартам. С таким предложением выступила Всемирная организация здравоохранения. Организация поощряет все исследования в области разработок вакцины против COVID-19. Ранее Владимир Путин лично заявил, российская вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов. Результаты клинических исследований по сообщению Минздрава России показали, осложнений при иммунизации не зафиксировано. Эта вакцина, она уже как платформа достаточно хорошо известна и изучена. И доклинические, и клинические исследования, и регистрации по ним были. Поэтому это фактически наиболее безопасный путь, достаточное количество уже научных знаний. Текущая мощность производства порядка полутора миллионов доз вакцины в год. Объемы производства продолжают наращивать. В плане предложить продукт и на зарубежных площадках, но в приоритете удовлетворить потребности внутреннего рынка. Если у нас будет достаточно для внутреннего рынка, конечно же экспортный потенциал у этого препарата есть, и мы однозначно будем его предлагать. Это значит, в перспективе применить вакцину в процессе лечения можно будет и в Азербайджане. Сделать это удастся, когда препарат будет активно внедрен в практику, поскольку сейчас спрос на вакцину от COVID-19 достаточно высокий. Необходимость у человечества в данной вакцине огромная. Это несколько миллиардов доз данной вакцины. И возможно, что одна страна, даже передовые, там имеется и Оксфордская вакцина, там и, правда, включены другие страны к разработке этой вакцины, не справится с производством миллиардов числа доз. Поэтому, естественно, здесь будут включены несколько стран, в том числе и Россия. Естественно, после того, как эта вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к применению, широкому применению у населения, естественно, она появится в Азербайджане, и нет никакого сомнения, что широкая популяция в Азербайджане будет привита. Вопрос лишь в том, по словам врачей, насколько вакцина будет стабильна по отношению к мутациям вируса. Мы знаем, что есть вакцина против гриппа, но каждый год ученым приходится обновлять эту вакцину, потому что вирус гриппа мутирует, и вакцина прошлого года не бывает эффективной к вакцине нового сезонного гриппа, и, возможно, если данная проблема будет и в данной вакцине, то придется ее обновлять. Все эти вопросы, конечно, еще стоят на повесе дня, и ученым необходимо будет ответить на эти вопросы. При вакцинации учитывать нужно главную группу риска – люди с хроническими заболеваниями. Они подвержены наибольшему риску смертельного исхода. В эту группу относятся и пожилые граждане. У них заболевание протекает в тяжелой форме, но на переднем фронте борьбы с коронавирусом находятся медицинские сотрудники. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам, поскольку именно они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, и именно они находятся в зоне риска. Врачи советуют – расслабляться нельзя. Впереди осень – период сезонного гриппа. Хоть и в статистике по числу заражений наблюдается позитивная тенденция, соблюдать меры предосторожности нужно и важно. Ведь от второй волны коронавируса никто не защищен. Нигер Рахманова, CBC.